Приветствую на канале Байклорг. Сегодня поговорим про итальянский контрийный найнер Noxon Raptor, не слишком популярный в наших кругах по моей версии из-за высокой цены. Продолжение следует... И причем вы можете быть уверенным, что этот аппарат собирал итальяшка своими потными руками в городе Виа Тоскана. Цена за эту раму на официальном сайте 1390 евро. Да, у нее вес 1120 грамм, внутренняя прокладка тросов, кстати об этом чуть позже расскажу подробнее. Каретка у нее PressFit BB92. Комплит на этой раме стоит 3450 евро. Причем стандартная вилка Marzocci 320LR была заменена на Fox 32 Fit 4 Factory Racing, топовую вилку, что еще чуток подняло цену этого байка. И что же мы получаем за эти деньги? Итальянский карбоновый найнер контрийный, весом 10,2 кг, трансмиссия X1 на 11 передач, которая работает восхитительно, сам проверил, втыкает любую передачу при любых условиях, под нагрузкой, без нагрузки. Тормоза Formula C1, велосет Noxon под бескамерку, втулки на промах, задняя втулка с барабаном XD, руль Noxon, рулевая Noxon, подсидел Noxon, седло Noxon, только вынос ричи карбоновый. Я подозреваю, что у них и вынос должен быть Noxon. Благодаря трансмиссии на 11 передач, вы спокойно можете держать крейсерскую скорость 35-40 км на трассе, а съехав с трассы на бездорожье, можно спокойно подняться на какой-нибудь склон, по пути переезжая бревна, камни и прочие неудобства. Благо, расчет это позволяет. Карбоновая рама очень хорошо гасит неровности, а в совокупности с карбоновым подсиделом и правильно настроенной вилкой, ехать по трассе очень комфортно. По тормозам особо сказать нечего, тормозят их хорошо. Только следите за состоянием тормозных дисков, потому что тормоза Formula славятся своим мизерным подводом колодок. И если где-то прислонитесь немножко тормозным диском, то чирканье вам обеспечено. Все вроде бы так хорошо и круто, но вернемся к реальности и обыденности. Пришлось мне как-то менять тросик на этом велосипеде. И знаете что? В раме нет направляющих для тросика. В раме за 1390 евро вам придется долго мучиться, чтобы попасть тросиком во второе отверстие в раме. Это не то чтобы не комильфо, для меня это просто дико. Да, рама получилась классной. Не слишком технологичной, но удобной и прочной. Владелец хоть и весит немного, но наваливает на этом велосипеде так как может, постоянно занимая призовые места в соревнованиях по кросс-кантри. Итак, для кого создан данный байк? Я считаю его исключительно боевым снарядом. Ну и плюс как дополнение для покатушек по фану. Для людей, которым все равно сколько стоит велосипед. Для тех, кто явно не будет заниматься сам его обслуживанием, которое тоже не самое дешевое. Здесь нужно ухаживать за вилкой, регулярно ее перебирать, за которую не возьмутся в каждой мастерской. Замена герметика в колесах примерно каждые три месяца. Цепь на 11 передач будет ушатываться быстрее, чем ее старшие собратья на 9 и 10 передач. И данные цепи хорошего качества тоже стоят ой как не сладко. Покупать этот байк просто для покатушек, не занимаясь профессионально, я не вижу смысла. Так как за такие деньги можно собрать что-то более интересное. Но если вы спортсмен с толстым кошельком и хотите себе велосипед, который не встретишь у каждого третьего встречного, то можно присмотреться к фирме Noxon. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, инстаграм, твиттер, вступайте в паблик ВКонтакте, следите за распродажами и новостями на сайте bikework.com.ua. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok